Дорогие друзья, хочу порекомендовать вам канал Дэна. Сам давно на него подписан и с удовольствием смотрю новые выпуски. Если вы любите активный отдых, веселый поход, юморные сталки на различные заброшенные объекты, тогда этот канал для вас. Заинтересовавшимся ссылка в описании. Заходите, подписывайтесь. Всем привет, уважаемые зрители. С вами канал Андрэбл и его ведущий Степа. За моей спиной уникальные сооружения. Безеховая камера, предназначенная для проведения испытаний, оборудования радиосвязи. Эта камера полностью защищена от внешних источников радиоизлучения. Выглядит она в форме вот такого четырехлучевого цветка. И если посмотреть поближе, то можно видеть множественные конусы, сделанные из металла. Вот это вот, если я не ошибаюсь, это свинец. Весит каждая такая секция очень прилично. В коридоре я нашел уже демонтированную такую секцию, и у нее было тяжело передвинуть даже ногой. А в той части, очевидно, располагалось измерительное оборудование. Вот здесь вот мы можем видеть приямок с лестницей. Видимо, здесь находились... Подводились силовые кабели, еще какое-то необходимое оборудование. Здесь мы можем видеть распределительный шкаф. Здесь находился ввод электричества. И вот так вот это все выглядит общим планом. Безаховые камеры бывают двух видов. Акустические и радиочастотные. В данном случае речь идет о радиочастотной камере. Внутреннее пространство безаховых камер полностью покрыто специальным материалом, поглощающим волны, для обеспечения точного измерения сигнала, исходящего от источника. В качестве радиопоглощающего материала используются периметальные поглотители радиоволны, изготавливаемые из спиненного резиноподобного материала с добавлением порошков графита и железа. Подобное сочетание на сленге радиоинженера называют «болото». За его способность пропускать радиоволны внутрь состава и обеспечивать их затухание. При этом имеется прямая зависимость эффективности поглощения волн от высоты пирамиды. За слоем радиопоглощающего материала в таких камерах по их периметру располагается специальная отделка для экранирования помещения от внешних радиоволн. В процессе измерения радиопоглощающий материал может сильно нагреваться, вплоть до температуры возгорания, что предъявляет особые требования к пожарной безопасности в безоходных камерах и прилегающих к ним помещениях. Здесь на территории этого института находилась не одна такая камера. Сейчас я пройду и покажу еще одну камеру. А вот здесь специальные шлюзовые ворота. Зовем это пока так. Пока точно не знаю, что это такое. Кран аварийного выключения запоров двери. То есть здесь, да, здесь именно вход в эту камеру был сделан по принципу шлюзования. Вот такие вот массивные двери здесь находились. Здесь мы можем видеть гидравлическое управление. Открытие двери производилось, скорее всего, электромотором. Пока не совсем понятно, для чего здесь гидравлика в таком количестве. Здесь мы можем видеть еще радиоточку. Точнее, это, наверное, не радиоточка, а переговорное устройство. Человек, который находился в этом шлюзе, чтобы он мог общаться с диспетчером. Открывающим-закрывающим дверь. Здесь мы видим вент-камеру. Стандартный набор улитка. Различные вентиляционные короба. Электрический привод. И сейчас я пройду. Здесь вот тоже еще одно помещение, связанное с вентиляцией. Силовые шкафы. Вот, кстати, тот самый кусок облицовки безэкровой камеры. Вот так вот он выглядит демонтированный. И здесь еще через шлюзер мы попадаем во вторую камеру, которая больше по размерам. Здесь тоже надо внимательно смотреть под ноги, потому что здесь находятся такие вот технические отверстия в полу. Интересно, что часть стен была выполнена открывающимися дверьми. Тут же мы видим старые газеты. Еще советских времен. Комсомольская правда за 12 декабря 1990 года. А тут вот можно даже было через вот такие вот двери, хорошо видно человека для масштаба, можно было сюда завозить какие-то крупногабаритные оборудования радиосвязи. Полностью здесь весь пол покрыт вот этими вот металлическими конусами. Здесь смонтировано некое подобие сцены пандуса. Сложно предположить для чего, но возможно здесь проводились какие-то съемки. А поверх вот этой металлической обшивки безэковая камера, похоже, была обшита еще вот таким материалом. Здесь, естественно, нет сотовой связи. Эта камера гораздо больше по своим размерам. Крайне необычное и интересное место. А так выглядит технологическое помещение под, находящее через положенное под самой безэковой камерой. Вот это вот вход в него, заваренный до предела. Вот это вот одно из технологических помещений. Дальше там идут проходы и стеллажи для кабелей. Здесь можно видеть какое-то гидравлическое оборудование и электроразводку. Мы поднялись на второй этаж, который находится над безэковой камерой. Это технологический этаж. Здесь располагалось электрооборудование. Видны закладные на стене, закреплены для кабелей. Сейчас здесь все естественно распилено. Выше есть еще над перекрытием полуэтаж. Сейчас мы находимся как раз над безэковой камерой. Здесь можно видеть, я пытаюсь к нему пробраться в Тельфер. Да, вот под нами как раз коридор, где находятся безэковые камеры. Слева мы можем видеть сдвижную дверь. И прямо перед нами находится Тельфер, который предназначался для погрузки крупногабаритного оборудования. А наверху еще один полуэтаж. Там находится сейчас мой напарник. Впереди помещение. Судя по всему, здесь находилась вытяжка и электрооборудование. Или обогревательное оборудование. А вот сейчас мы находимся напротив безэковой камеры. Где расположена вентиляционная камера. Здесь интересно. Два шкафа похожих на холодильные. И очень колоритный стул. Почти как электрический стул. В американских тюрьмах. Здесь опять масса вентиляционного оборудования. И я так думаю, выход на противопорожную лестницу. Да, совершенно верно. Вот мы спустились на полуэтаж ниже. Здесь находилась какая-то мастерская. Либо мастерская, либо стенды с измерительным оборудованием. Рабочее место. Очевидно, отсюда производилось управление. Происходящим в безэковой камере. Вот крайне интересно. Можно видеть тетрадь. Очевидно, может быть здесь проходили практику какие-то студенты. Еще одно аналогичное рабочее место. Интересно, что здесь везде все двери герметически закрывались. Скорее всего, плотно закрывались. И имели своеобразные шлюзовые камеры. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на канале. Будет очень много интересного. Не забывайте ставить лайки и подписаться на наш канал, кто этого еще не сделал. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете много информации об интересных объектах. И красивые фотографии с этих самых объектов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...